С Татьяной Николаевной мы перешли переход, потратив на это полчаса. Ей 76, она не слышит, но видит, причем одну и ту же картину на протяжении 8 лет. Есть пандус, но под снегом, есть каркас, но без лифта, есть лопата, но без дворника. Мне очень обидно, хороший, красный город. Забота об инвалидах практически нет. Тут здоровые люди станут болеть, пока по этому месту уходят. Этот переход на остановке Комарова ведет не только в две страны, но и к 18-й поликлинике. Чуть дальше остановка Карбышева. Переход Близнец тоже ведет в медицинское учреждение МКДЦ. Подняться, держать запор, очень спуститься еще страшней. Скользко. Известная история про пенсионерку, которая упала на переходе по улице Халева, в результате чего умерла от инфаркта, почему-то быстро забылась. Переход Вышка, словно глыба, все так же стоит и смотрит. Материат с грудными младенцами, пенсионеры с авоськами. То есть испытывают проблемы с переходом на руках. Все делается на руках. Пока здоровье позволяет, мы это делаем. Другого выхода у Юрия, отца ребенка-инвалида, нет. Он, кстати, стесняться не стал, а подал в суд. Не сразу, но суд принял его сторону. Правда, было это два года назад. Пошел третий год, как не исполняется решение Верховного Суда Республики Тарстан по надземным переходам Карбышева-Комарова. Хотелось бы обратиться к властям и правоохранительным органам с требованием возбудить уголовное дело по статье 315 неисполнения решения суда. Там есть решение суда исполнить его не то, что мы не хотим, просто экономически нецелесообразно, потому что мы в настоящее время хотим полностью разработать проект и модернизировать целиком эти два перехода, сделать их современными, с нормальными лифтами. Сейчас пристраивать лифты, тратить определенную немаленькую сумму денег, а потом опять все это модернизировать, это нас не поймут люди, и как бы это будет не совсем правильно. Поэтому в этом году надеемся получить проекты, все-таки мы надеемся, и на следующий год это просто провести реконструкцию, модернизацию. Такие прогнозы дает Комитет внешнего благоустройства города. Администрация подчеркивает, что лифт не бордюр, это сложный механизм с проектировкой, строительством. Если строительство закончено, это еще не значит, что платформа запущена. Воткнуть лифт в переход – полдела, он еще должен работать. Так бывает не всегда, это мы выяснили на собственном опыте. Лифт Амирхана-Читаева. Лифт есть, но это скорее кабинка, которая не открывается. Сколько себя знаю, вообще не помню, чтобы он когда-либо здесь работал. Буквально в 300 метрах еще один надземный переход, перекресток Амирхана-Лаврентьева. Судя по тому, как завалена снегом тропинка к лифту, абсолютно нечищенная дорога, непротоптанная, мы даже проверять не будем. Ну вот как по таким катакомбам должен пройти инвалид на коляске, ну или мама с ребенком. По той же улице третий надземный переход. Возможно, рабочий, но зайти в него мы так и не решились. Слишком уж устрашающий он выглядит. Горьковское шоссе. Абсолютно аналогичная история. Лифт есть, услуги нет. Справедливости ради проверили тот же самый лифт, но с другой стороны, с внутренней. Не помогло. Хотя здесь загорается какой-то индикатор. Улица Павлюхина. Вполне такой очищенный пандус. Вполне сносная кабинка лифта. О, он даже открывается. Проверим, рабочий он или нет. Еще один удачный пример уже подземного перехода на улице Назарбаева. Когда-то этот лифт был буквально провален под землю. Сейчас его восстановили. Всего в Казани 56 подъемников. Как утверждает администрация, в рабочем состоянии 90%. Дело в том, что статистика плавающая. Сегодня лифт работает, завтра нет. Для этого есть несколько причин. Перепады температуры. Электрические платформы не рассчитаны на холода. Другая причина – вандализм и неправильное использование. Механизм работы подъемной платформы, он кардинально отличается от механизма работы обычных лифтов в домашних условиях. Люди, когда уже видят верх, но не слышат, там должен произойти определенный щелчок, и платформа останавливается. Тогда дверь автоматически открывается. Есть случаи очень много. Ну, не доезжает сантиметр, полтора. Вроде как бы наверху, и начинает выламывать двери. То есть ломают двери. Ну, очень много вандальных действий было. Граффити, надписи разные, не всегда приличные и неприличные. Это же наши, сами мы это делаем. Население, подростки, там МКДЦ, там 18-я поликлиника. Уже понятно, какое население туда идет. И там были лифты, но они практически не работали ни одного дня. Их сразу же раскурочили, разобрали, разбили. Одни говорят, вандализм стал причиной отсутствия лифтов на танковом кольце еще в 2013-м. Другие, что лифтов здесь никогда не было, а было незавершенное строительство. Именно этот статус незавершенного строительства позволяет откладывать пуск лифта месяцами и годами. Но не мешает открыть сам переход. Хотя воспользоваться им могут далеко не все. По декабристам широкая улица, метро, я шли к станции. Мы с коляской, вот с внучкой, я не могу пройти через станцию метро. Оно выходит на обе стороны, потому что вообще доступность самой станции, ее просто нет. Каждый день мы пишем главам, исполкомы принятие, что по конкретный адресаж указывает. Бросим, значит, принять меры, возможно, короткий срок. В аппарате у полномоченного по правам человека рекорд. За прошлый год 500 обращений по вопросам доступной среды. Из них решено 355. Но вопросы остаются. Благо, что на данный момент наличие трудностей с передвижением маломобильных хотя бы не отрицаются. Однако признание проблемы еще не гарантия ее решения. Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.